Так называемые независимые следователи вновь нашли российские следы в гибели малазийского Боинга над Донбассом. Репортаж Дмитрия Петрова. Новое заявление голландских следователей даже нельзя назвать версией, потому что оно полностью противоречит картине произошедшего. Даже сейчас голландцы в своём докладе не указывают место, откуда, по их предположению, стрелял БУК. Они просто в лобовую пытаются притянуть Россию. Объединённая следственная группа пришла к выводу, что БУК, который сбил Боинг MH17, принадлежал 53-й зенитной бригаде, подразделению Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированному в Курске. В 2014 году эта бригада состояла из трёх оперативных батальонов. Батальон по канонам военной науки ни при каком раскладе не может быть оперативным, только тактическим, что указывает на уровень компетентности голландских следователей. Все выводы сделаны на основе невнятных фотографий, записей, якобы перехваченных переговоров, якобы русских наёмников и умозаключениях псевдорасследователей из Беллинкад. Ни данные дактилоскопии, ни данные фиксации, ни фотографии якобы причастных российских военнослужащих так и не были представлены общественности. Российское министерство обороны сделало по этому поводу официальное заявление. Ни одного зенитного ракетного комплекса вооружённых сил Российской Федерации и российско-украинскую границу никогда не пересекало. Более того, международной следственной группе были переданы все непрерывные, первичные, необработанные данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса «Утёс-Т», который 17 июля 2014 года работал, находясь в Ростовской области, вблизи посёлка Усть-Донецкий. Вот тот самый радиолокатор «Утёс», данные из которого ещё осенью 2016 года разрушили международную версию расследования. Он способен видеть всё, что находится в воздухе до мельчайших объектов на расстоянии до 360 километров, до Грабова отсюда 200 километров. И крупнофюзеляжный «Боинг» он, конечно, видел отлично, как и то, что с восточной стороны, где находились ополченцы, к «Боингу» никакие ракеты не приближались. Были зафиксированы в момент гибели «Боинга» развернутые подразделения украинской противовоздушной обороны, которые на следующий день после катастрофы покинули район, где она произошла. Доказательств, что тот роковой пуск был сделан из окрестностей Зарощинского, где 17 июля 2014 года стояли украинские войска, предостаточно. Объективные данные. Вот огневые позиции на окраине Шахтёрска, вот чуть глубже в тылу пусковые позиции для «Буков». Всё это зафиксировано нашими военными спутниками. Да и украинские телеканалы ещё за несколько дней до катастрофы радостно сообщали, что на «Страже неба» у них стоят зенитно-ракетные комплексы. И это лишний раз подтверждает, что «Буки» у Украины были, в том числе и в районе Зарощинского. Вспомни, 17 июля. Что-то необычное. Сюда подъехать даже невозможно было. Тупо не пропускали никуда. В этом районе стояли укропы. Вот это примерно, вот это вот их расположение. Потому что было видно их машину, радары. Концерн «Алма-Сантэ», производящий ЗРК «Бук», провёл тогда несколько экспериментов. Смоделировали попадание ракеты в лайнер с учётом выявленных повреждений на корпусе «Боинга». И по мнению специалистов, пуск ракеты, скорее всего, был произведён именно из района Зарощинского. Бывший офицер ВСУ рассказывал об этом вестям ещё два года назад. Приехали там контрактники, вот такие вот. Ходишь вечером с ними разговариваешь. Ребята, что, как, кого возили. Да вот там «Бук» перевезли. Куда перевезли? Туда перевезли. Ох. Да и судя по следам от поражающих элементов, «Боинг» был подбит устаревшей ракетой, которая у нас давно снята с вооружения. Более того, Украина пыталась замести следы своей причастности. Напомню, что куда-то внезапно исчезли, до сих пор не проявились днепропетровские диспетчера, которые изменили, неизвестно почему, указанию, первоначальный полёт «Боинга» по согласованному маршруту, направив его фактически через тот район, где на момент катастрофы были развернуты украинские буки. Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH17 в небе Украины, её представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не на подделке фейкогенераторов из «Беллинкэт» или «СБУ». А ведь есть ещё данные спутниковой разведки США, которая, как известно, видит всё. Они почему-то до сих пор не опубликованы. И это может говорить только об одном. В Вашингтоне имеют стопроцентные доказательства того, что за этой катастрофой стоит Украина. Дмитрий Петров, Максим Щепилов, Анастасия Матвеева и Андрей Калач. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok